Это программа «Губерния». Главные темы выпуска. До конца февраля стоимость проезда вырастет во всех автобусах областного центра. Об этом сообщают в Совете Ивановских перевозчиков. Среди причин называют подорожание топлива, металла и запчастей. Запчасти удорожение в среднем произошло в зависимости от комплектующих от 16 до 30%. Школьница спасла от неминуемой гибели своих братьев и маму. Первым делом у меня хватило паника, конечно. Скорая приехала быстро и с трудом смогла разбудить 9-летних двойняшек. В Ивановской области владельцы домов и квартир с приборами учета за газ не могут заплатить по счетам за январь. У многих показания в квитанциях не соответствуют действительности. Газовики говорят о техническом сбое. Если не будет леса, не будет озера, не будет всей этой красоты. Вековые сосны под угрозой уничтожения. В перспективе разрушение экосистемы. И все это в рамках закона. Трасса Южа-Талицы, Жажлива-Ильинская, путепровод у деревни Колшево, Заволжского района. Одни из самых проблемных дорог области планируют восстановить в этом году. О каких еще трассах говорили на совещании губернатора? Расскажем? Здравствуйте. Итак, сейчас об этих и других событиях расскажем подробнее. К концу февраля в Иванове проезд на всех автобусных маршрутах подорожает до 27 рублей. В этом уверен председатель Ивановского совета перевозчиков Дмитрий Куликов. О повышении цены на билет первой заявила новая транспортная компания. В автобусах этого перевозчика проезд подорожает уже с 6 февраля. Вслед за этим начнут повышать плату и остальные участники рынка. С чем это связано? И по карману ли придется новая цена ивановским пассажирам? Об этом расскажем прямо сейчас. ООНТК обслуживает в Иванове маршруты под номерами 1, 2, 7, 15, 15, 4, 40 и 135. Буквально на днях в автобусах и маршрутках этого перевозчика появились объявления. В них сообщается, что с 6 февраля проезд подорожает на 2 рубля. И это первая ласточка. Вскоре такая цена установится вообще во всем ивановском транспорте. По мнению перевозчиков, необходимость в этом назрела. С сентября на 3 рубля за литр подорожал дизель. На 2 рубля выросла цена на газ. Расходы на топливо увеличились, но не только на него. Плюс еще выросли цены, естественно, на железо. Это когда производится капитальный ремонт машин, сварка и так далее. И непосредственно сами запчасти. Запчасти удорожение в среднем произошло в зависимости от комплектующих от 16 до 30%. В последний раз тарифы на проезд частные перевозчики поднимали в феврале прошлого года. Тоже сразу на 2 рубля. Это повышение для пассажиров было неприятным, но посильным. Сейчас новая цена в 27 рублей больно ударит по карману. В отличие от стоимости проезда, доходы населения не выросли, а наоборот упали. Дороговато вообще-то. Я хоть и езжу, у меня льготы, но дороговато, конечно. И так-то 25 рублей сделали тоже. Их бывает вообще не дождешься этих, до транспорта. Как часто вы пользуетесь транспортом? Так постоянно. Машины нет, я постоянно трену транспортом. Как вы считаете, 27 рублей это дорого для Ивановского пассажира или нет? Для Ивановской области. С официальной средней зарплатой, официальный проживочный минимум, там, меньше 12 тысяч, конечно, дорого. Считаю, что дороговато. Конечно, сразу на 2 или на 3 рубля они подорожало. Хотя бы на рубль. У меня, честно говоря, 11 500 пенсий. И никакой у меня льгот нет. Вот, и поэтому для меня вообще дорого. Я и хожу стараюсь, а уж пешком ходить. Перевозчики утверждают, что у них просто нет выбора. Даже новую цену в 27 рублей применительно к современной экономической ситуации они называют недостаточной, чтобы полностью покрыть все издержки. Стоимость проезда по расчетам, по нашему, уже, ну, это вот в идеальном варианте, она должна быть уже примерно 32 рубля. 32-33 примерно. В зависимости от маршрута, от его рентабельности. Исходя из этого, можно предположить, что повышение стоимости проезда во всех маршрутках и автобусах – это лишь вопрос времени. По мнению Дмитрия Куликова, новая цена установится до конца февраля. Сергей Веселов, Денис Железов, телекомпания «Барс». В Ивановской области владельцы домов и квартир с приборами учета за газ не могут заплатить по счетам за январь. У многих показания в квитанциях не соответствуют действительности. Мы выяснили, что «Газпром» межрегион «Газ Иваново» с января этого года без предварительного уведомления потребителей изменил вид платежного документа. Жители области за текущий месяц получили квитанции за газ нового образца. В частности, в счетах за услугу исчезла графа показаний приборов учета. Сумма за потребленный газ у кого-то выросла в разы, а у большинства абонентов возникла проблема с оплатой. Мобильное приложение Сбербанка QR-код платежных документов не считывает. Сейчас хозяева домовладений с газовыми приборами учета в недоумении. Что им делать и куда жаловаться? Дозвониться до специалистов газовой службы у абонентов не получается. Известно, что сложности возникли из-за технического зубоя и газовики пытаются устранить проблему. Ну как теперь быть потребителем и что говорят в Ивановском Газпроме, мы подробно расскажем завтра в программе «Губерния». Шесть человек погибли, отравившись угарным газом. Еще 13 пострадали. Это официальная статистика за конец декабря и начало января в Ивановской области. Список жертв мог вырасти до 10, если бы девятиклассница Ксения Бархоткина не спасла от гибели всю свою семью, маму и девятилетних братьев. К моменту приезда скорой все трое были уже без сознания. Подробнее расскажет Наталья Горюнова. Глубые окружения были. Я думаю, поскольку метеозависимые, думаю, может давление поднимается. Оказалось, что это не давление. В тот вечер Евгения с девятилетними сыновьями вернулись с катка. Старшая Ксения была дома в своей комнате, а один из мальчиков пошел полискаться в ванную. Вода нагревалась от колонки. Очень скоро у ребят разболелась голова, и они легли спать пораньше. Разбудят их в два часа уже сотрудники скорой помощи. Мама с сестрой докричаться не смогли. Рядом с кроватью сыновей Евгения тоже потеряла сознание. У меня почему-то руки плохо слушались, слабость была. То есть в руках, в ногах. Я встать не могла. Я как упала здесь, в проходе я лежала. Не могла встать. Тревогу забила 15-летняя Ксюша. Ее спасло то, что собака выгрызла резинку на окне. Теперь оттуда дует. А вот кухню проветривали не часто. Температура здесь редко поднимается выше 13 градусов. При этом газом семья никогда не грелась. Максимум включали воздушную пушку. Второе счастливое обстоятельство – то, что девочка до двух ночи не смогла уснуть. Мама потеряла сознание у нее на глазах. Первым делом меня хватило паника, конечно, но я пыталась как-то собраться, что ли, потому что надо как бы сосредоточиться на том, что маме плохо. То есть я сначала взяла подушку и подложила маме под голову, потому что я не знала, может быть, ее сейчас тошнит, может, она в этом захлебнется. Надо же что-то сделать сначала, чтобы ей как-то могло нормально, она могла полежать, пока я вызываю бабушку хотя бы из скорую. На этих кадрах дети в больнице. Без кислородных масок они дышали с трудом. Сатурация падала до 88. Маме, которую отвезли в другую больницу, они слали вот такие весточки. Им повезло. Скорая приехала буквально через 15 минут после звонка. Они же после первой помощи стали проверять колонку, предположив, что причиной состояния может быть именно угарный газ. Кстати, всего за месяц до случившегося сотрудники газообслуживающей организации приходили в квартиру Бархоткиных, проверили оборудование и вентиляцию. Сказали, что все в полном порядке. После ЧП приехали, сделали несколько снимков и уехали. До вечера здесь просидели опять же с бабушкой-исследователем. И он сказал, что поскольку газовщики уехали и ничего нам не сделали, и колонку они не собираются снимать, он нам поможет снять сам. То есть мы здесь с ним стояли и все это выключали дело, снимали с ним, и трубу еще снимали тоже сами. И подручными инструментами из коридора все, что у нас было, он нам помог тут перекрыть краны и снять колонку. Семье пришлось съехать к родственникам. В квартире все так же не больше 13 градусов, только теперь нет ни газа, ни горячей воды. Когда вернут колонку, неизвестно, как показывает практика, это может занять несколько месяцев. Тем временем, после череды несчастных случаев, за дело взялась прокуратура. Во многих районах в области прокурорами выявляются факты нарушения сроков проверок вентиляционных и домовых каналов. Прокуратурой Ленинского района при проведении проверок в двух многоквартирных домах были выявлены факты утечки газа в подъездах и факты бездействия управляющих компаний по этим фактам. Мы спросили у местных представителей «Газпрома», какие меры для повышения безопасности планируется предпринимать в регионе, ведь это официальное распоряжение губернатора. Нам ответили в письменном виде. Самое главное – это довести до сознания населения, что безопасное пользование газом зависит от самих абонентов. Наталья Горюнова, Григорий Мартьянов, телекомпания «Парс». О том, как «Газпром» провел инструктаж для наших телезрителей в письменном виде, а также советы от настоящих неравнодушных экспертов, смотрите в пятницу в программе «Коммуналка». Продолжаем выпуск. Сообщение о минировании получили в Юрьевце в среду. В этот раз под угрозу взрыва попали почти все социальные объекты. Анонимный звонок поступил в единую диспетчерскую службу утром. В этот раз под удар террористов попали школы, детские сады, поликлиника и стационарное отделение больницы. Оперативным штабом было принято решение об эвакуации всех школьников и пациентов. На месте работают кинологи и полицейские. Напомним, волна телефонных угроз накрыла почти всю страну. Ранее в регионе такие звонки поступали в Кинишему и Иваново. Все сообщения о взрывных устройствах оказались ложными, а злоумышленники найдены. Им грозит уголовная ответственность. За минувшие сутки в области в результате пожаров погиб один человек. Еще один серьезно пострадал. В Иванове огнеборцы спасли женщину, на которой загорелась одежда. ЧП произошло в среду днем в многоквартирном доме на улице Демидова. Жильцы одному из подъездов среагировали на густой едкий дым, валивший из квартиры. Позвонили 0-1. Внутри помещения пожарные обнаружили хозяйку. На ней горела одежда. Также огнем были охвачены постельные принадлежности. Пламя погасили. Женщину госпитализировали с ожогами. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. К счастью, для хозяйки квартиры происшествие закончилось относительно благополучно. А вот в Кинишме в этот же день при аналогичных обстоятельствах погиб человек. Мужчины 64-го года рождения. Также соседи отреагировали по запаху дыма в подъезде. Прибыли подразделения пожарной охраны, производили тушение пожара. И, соответственно, в ходе тушения было в одной из комнат обнаружено тело мужчины. В настоящее время, по данному факту, создана следственная оперативная группа. Проводятся проверочные мероприятия. И причина пожара также, скорее всего, связана с неосторожным обращением с огнем при курении. Сейчас давайте посмотрим короткую рекламу, и вот о чем расскажем далее. Если не будет леса, не будет озера, не будет всей этой красоты. Вековые сосны под угрозой уничтожения. В перспективе разрушение экосистемы. И все это в рамках закона. Трасса Южа-Талицы, Жажлива-Ильинская, путепровод у деревни Колшево, Заволжского района. Одни из самых проблемных дорог области планируют восстановить в этом году. О каких еще трассах говорили на совещании губернатора? Расскажем? Вы смотрите программу «Губерния». Растет число заболевших коронавирусом в Ивановской области. За сутки поставили еще 177 диагнозов. Таким образом, с начала пандемии общее число заразившихся составило 71 тысячу. Госпитализированы в минувшие сутки были 64 человека. Под наблюдением в стационарах находится 732 пациента. Больше половины из них нуждаются в кислородной поддержке. Свободными остается 470 коек. 31 человек выздоровели от ковида. А вот статистика летальности за последние сутки пополнилась пятью случаями. Среди умерших – пациенты, которым было 31 год и 40 лет. Болезнь у них протекала с тяжелыми сопутствующими патологиями. Между тем продолжается кампания по вакцинации. Полный курс прошли 416 550 жителей области. В Ивановской области задержан фальшивый монетчик. Поддельные купюры мужчина развозил по другим регионам страны. Фигурантом оказался 26-летний мужчина. Во время обысков было найдено более 50 купюр номиналом в 5000 рублей. Все они оказались поддельными. Деньги приобретались через сеть интернет с целью дальнейшей перепродажи. На момент задержания при злоумышленнике оказался еще и сверток с наркотиком. Ранее задержанный привлекался по ряду статей. Среди них грабеж, кража, хранение и сбыт наркотиков. За все время мужчина успел разослать более 30 бандеролей с поддельными купюрами. Однако он отрицает, что занимался распространением фальшивок. То есть вы приобретаете и дома их оставляете? Да. Зачем вы так делаете? Ну, просто, ну, скажешь, снимать в тикторке и как бы, ну, хвастаться. В начале января этого года жители деревни Красный остров услышали звуки мотора. На опушке леса, который примыкает к деревне, появились люди с топорами и пилами. Это были работники Кейковского лесничества. Они приехали для того, чтобы отметить, какие деревья будут срубать. Жители подняли тревогу и весь месяц пытаются предотвратить вырубку. Репортаж Ирины Афониной. Красный остров. Особо охраняемая природная территория. Проблема в том, что к особо охраняемой, как оказалось, относится не весь сосновый лес, а лишь часть его в полукилометре отсюда. На этом участке растет эксплуатационный лес. Мощные вековые деревья на данной территории ничем не отличаются от тех, что под охраной государства. Их под свою охрану взяли жители деревни Красный остров. Мы выяснили, что арендатор леса некий Лагунов. Инициал, к сожалению, запомнила, что он взял лес в аренду. И исполнителем этих работ будет Бритвин, который уже в 2014 году рубил лес с южной стороны озера. Здесь же непосредственно в деревне находится уникальное озеро Красный остров, которое входит в особо охраняемую территорию. После того, как вырубили лес с южной стороны, там уже ничего не растет, кроме иванчая и крапивы. В работу по защите прав жителей деревни, да и всей области, включилась омбудсмен Светлана Шмелева. Конституцию Российской Федерации у нас никто в России не отменял. 42-я статья Конституции Российской Федерации, что каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. Этот участок Тейковское лесничество передало в аренду. Заместитель председателя комитета по лесному хозяйству прокомментировал. Это законно. Лесной кодекс разрешает. Данная территория передана в аренду для заготовки древесины и проведения лесовосстановительных работ. Данный участок не входит в территорию охраняемой природной территории и в охранную зону. Здесь у нас в соответствии с материалами лесоустройства эксплуатационные леса и каких-либо обременений и требований, которые запрещают проводить рубки леса, нет. Казалось бы, можно точку поставить, закон не обойти. И полтора гектара леса пойдут под пилу сплошняком. Но есть еще и совесть, понятие нематериальное. Впрочем, по мнению жителей, арендатор и тот, кто предполагает этот лес вырубить, на полутора гектарах не остановится. Решить проблему можно всем миром. Для начала нужна эколого-биологическая экспертиза. Лес – часть экосистемы. Судьба уникального озера связана с ним напрямую. Мы нарушаем экосистему. Мы открываем доступ к ветрам северного и северо-западного направления. А это неизменно приведет к потерям влаги. То есть лес, существующий здесь, это сборник воды. И он отдает, питает вот этот удивительный объект особо охранения природной территории – Красный остров. В этом озере обитают бобры, выдры, андатры, в лесу гнездоовья дятлов, занесенных в Красную книгу, в богатый растительный мир. И все это доказать легко, но летом. На встречу с омбудсменом и нашей съемочной группой приехали и представители общественного совета областного центра. Когда мы узнали, что вот здесь вот будет вырубка, которая может привести к исчезновению просто вот некоторых видов уникальных флоры и фауны, то мы, конечно, очень беспокойны. И вот мы, члены совета нашего, подготовили обращение к губернатору с просьбой рассмотреть этот вопрос. И потому что, на наш взгляд, он требует безотлагательного совершенно решения. Уполномоченный по правам человека 26 января направила запрос в природоохранную прокуратуру, чтобы надзорный орган подключился к спасению леса и озера Красный остров. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Проблемы развития дорожной сети региона обсудили в среду общественные активисты и чиновники. Власть обещает сохранить заданные темпы ремонта в городах и районах и продолжить строительство путепроводов. Подробнее в репортаже. В прошлом году в Ивановской области восстановили 95% основных дорог. Регион – один из немногих, где удалось достичь таких показателей. Благодаря этому в 2022 году приступят к ремонту более отдаленных объектов – путепроводов, ведущих к малым населенным пунктам. Это южа Талица протяженностью 16,2 километра. Это капитальный ремонт дороги. Мы переводим ее из щебеночного покрытия в асфальтобетонное. И ремонт дороги Заволжска-Строма до деревни Колышева. Общая протяженность – 102,3 километра региональной сети. Продолжат работы на трассе, проходящей через село Дунилова. Завершат последний этап работ на дороге Фурманов-Каминский-Федорково. Приведут в нормативное состояние участок трассы на Нижний Новгород в Ильинском районе. Восстановят дороги Шуя-Паньково, Иваново-Рожково-Иванково. Продолжат строительство капиталоемких объектов. Второй этап – Жажлива-Ильинская. В 2021 году мы построили и ввели в эксплуатацию 6 километров дороги. В текущем мы закончим второй этап протяженностью 7,3 километра. Продолжим строительство путепровода. Мы в конце года к нему приступили на трассе Иваново-Кинишма в местечке Горино на выезде из города. И строительство моста через реку Теза в Сиреховой. Темпы ремонта дорог в муниципалитетах за последние годы увеличили. В 2022 году их планируют сохранить. Общественники с воодушевлением восприняли, что продолжат восстанавливать дороги частного сектора. Причем не только в Иванове, но и в других городах области. И обратили внимание чиновников на отсутствие ливневой канализации. Если мы не обеспечим водоотвод, то те деньги, хорошие, большие деньги, которые мы вкладываем, они просто растают весной. Это беда всех улиц и всех дорог. В нашем городе, я имею в виду областной центр, с этим очень плохо. Эту проблему с общественниками, видимо, обсудили за закрытыми дверями. Глава региона призвал активистов также внимательно следить за восстановлением и строительством дорог. Многие объекты внесли в план ремонта 2022 года именно после многократных обращений жителей. На этапе проектирования, на этапе самих работ, я помню, когда люди активно пишут, прям присылают мне конкретные либо видео в инстаграм, либо фотографии о том, как некачественно кладутся. Там мы быстро поправляем все за счет подрядчиков. Глава муниципалитетов Станислав Воскресенский также рекомендовал контролировать ход дорожных работ, чтобы люди видели результат, а впустую не было потрачено ни одной копейки выделенных денег. Марина Зейна, Григорий Мартиянов, телекомпания «Барс». Прокуратура Советского района провела проверку по факту невывоза мусора с улицы Иваново. Региональному оператору внесено представление. Проверка проводилась по адресам, которые указывались в материалах СМИ. Прокуратура отмечает, что по договору с региональным оператором ему должны быть обеспечены соответствующие условия. В частности, подъезд к контейнерным площадкам. В последнее время он был затруднен снежными завалами. В таких случаях регоператор не виноват. Если же препятствий нет, то это нарушение. Так, прокуратура Советского района выявила нарушения со стороны организации на улице Богдана Хмельницкого, проспекте Ленина, улицах 9 января, Лежневской, 1-й и 2-й Минеевской. Зимой мусор с контейнерных площадок должен вывозиться раз в трое суток, в частном секторе раз в неделю. После внесения представления уже на следующий день завалы мусора с названных улиц убрали. В ином случае регоператору грозило административное дело. Каждый гражданин имеет право обратиться в органы прокуратуры. Каждое обращение будет рассмотрено и приняты меры прокурорского реагирования, которые будут направлены на обязание регионального оператора произвести вывоз твердых коммунальных отходов. За зимний период по вывозу ТКО были обращения от граждан порядка 20. Пожарные Ивановской области приняли участие во всероссийском челлендже огнеборцев. К эстафете в ритме пожарного братства присоединили сотни их коллег из многих городов России. И сейчас видеоролик покоряет соцсети. Главная цель акции – популяризация профессий пожарного и спасателя. В очередном популярном челлендже сотрудников МЧС участвуют двое пожарных областей – Тимур из Фурманова и Дмитрий из Лежнева. Оригинальное видео уже набрало несколько тысяч просмотров. Надо отметить, что креатива и юмора огнеборцам не занимать. Напомним, летом прошлого года Ивановские пожарные участвовали в другом популярном огненном челлендже. Тогда видео стало вирусным, разлетелось по соцсетям и набрало миллионы просмотров. В роликах они передают друг другу своеобразную эстафету. Опускают забралы шлема, демонстрируют специнструменты и символично под сильным напором воды из бронзбойтов отправляются в бой. А сейчас о погоде, что обещают синоптики в ближайшие сутки. Субтитры создавал DimaTorzok не ожидается резких температурных перепадов, а вот осадки не прекратятся. Сразу после новостей объявления в городской хронике. Интересные истории, видео и фото сообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Ватсап, Телеграм, номер сейчас на экране. Присылайте свои темы в Инстаграм или через сайт Ивановой Ньюс. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.